Здравствуйте, коллеги! С вами Исаков Роман, компания AndroMarkets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня поговорим о том, как открываются рынки после праздников в США, поговорим о ситуации с коронавирусом, ну и также обсудим, какие важные события нас ожидают на этой неделе, ну и то, что начинается сезон отчетов также в США. Ну а перед началом я напомню, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, многие сегодня индексы открылись в зеленой зоне, в первую очередь важно упомянуть азиатские индексы, которые подрастают в среднем на 4-5%, ну и к ним уже подтягиваются фьючерсы как на Dow Jones, так на S&P 500, так и Nasdaq. Ну фактически пытаются отыграть тот недостаток действий, который можно было совершить на прошлой неделе, несмотря на продолжение распространения коронавируса. Ну и как раз в этой связи давайте начнем с текущей ситуации, что сейчас происходит по подтвержденным случаям. На момент записи данного видео мы с вами видим 11 451 000 в мировом выражении. Очень близко к России подходит Индия 625 000, в России сейчас 660 000, в Бразилии практически 1,5 миллиона, ну и в США 2 миллиона 700 тысяч. Ну а теперь давайте посмотрим детально, что происходит в США, так как сейчас эти данные в первую очередь во внимание. Ну прошлая неделя была рекордно, то есть 2 июля 54 тысячи случаев, выходные несколько снизилось, но вот будем ждать снизится ли эта динамика, потому что сейчас многие штаты в США уже вновь вводят карантинные меры, которые ограничивают как раз деятельность предприятий, сфера обслуживания, ну и также эти данные поступают и в Европе, например, в Испании, уже также части регионов вновь сообщили о возобновлении карантинных мер. Но несмотря на это фондовый рынок продолжает расти и, собственно, где ли, где уже у роста, что называется, предел. Ну вот я подготовил для вас еще одну инфографику, которую тоже довольно-таки интересно посмотреть. Это сопоставление баланса Федеральной резервной системы и, собственно, индекса S&P 500. Баланс представляет собой как раз те активы, которые Федеральный резерв покупает на напечатанные деньги. Ну и, собственно, мы с вами здесь видим подобную динамику. Когда шло снижение, то есть, собственно, вот то восстановление индекса S&P 500 пошло как раз после того, как Федеральная резервная система резко увеличила монетарную политику и, собственно, выкуп пошел колоссальными темпами. Ну а сейчас этот выкуп, он снижается, то есть дошли уже до 7 триллионов и сейчас S&P 500, собственно, пока нет следующих драйверов для продолжения роста. Ну, собственно, вот мы с вами можем видеть, что последние несколько месяцев как раз вот этим драйвером был и насыщение как раз ФРС экономики путем печатания денег. Ну, собственно, как сообщал Пауэлл, то есть, если потребуется, то они будут делать дальше, тем более это год выборов. Вполне вероятно то, что рынку дадут какие-то дополнительные вливания. Но вот сейчас пока находимся в такой пограничной зоне, то есть, вроде S&P и не растет, находится последний месяц в таком боковике. Ну, собственно, посмотрим, как что-то будет складываться дальше, но, по крайней мере, вот этот момент нужно тоже взять во внимание. Еще одна новость, которая сейчас на рынке пришла, это новое действие Уоррена Баффета. Он спустя уже несколько месяцев сообщил о том, что его фонд решил купить компанию Dominion Energy уже после такой долгой передышки. У компании скопилось порядка 137 миллиардов кэша, ну, собственно, его нужно реализовывать. Ну, и как в последнем послании акционерам сообщал как раз Баффет, то что не было пока хороших идей, но вот как идея появилась, ее, собственно, и реализовали. По данной компании, собственно, компании, у компании довольно-таки большие долги. Собственно, сумма сделки, она составляет порядка 10 миллионов, это 4 миллиона именно на приобретение компании. И, собственно, часть, ну, порядка 6 миллиардов уже идет на покрытие долгов. Сейчас компания находится не в самом лучшем состоянии. Если посмотреть по котировкам, то, в принципе, да, рост мы здесь видим, но по другим мультипликаторам, конечно, здесь не все так хорошо. Хорошо. Компания уже начала процесс реорганизации, но я напомню, что стратегия Баффета, она состоит не в том, чтобы просто покупать акции компании, а покупать бизнесы и на них, собственно, влиять. То есть здесь, скорее всего, под как раз пристальным вниманием Баффета компания войдет в череду реорганизации, в череду оптимизации. Ну и, собственно, дальше уже из этого может получиться вполне работающий бизнес. Компания уже сообщила о сокращении дивидендов и о дальнейших планах. Опять же, если мы посмотрим с вами на портал Finviz, то здесь есть определенные показатели, которые, ну, конечно, выглядят очень устрашающими. Ну, по ПИИ, которые гораздо выше для данной сферы, также это количество выплат, то есть выплачивая 172% от прибыли именно в качестве дивидендов. Ну, безусловно, здесь это все идет за счет привлеченных заемных средств. Ну и, собственно, посмотрим, как Баффет сможет с этой компанией овладеть. Конечно, сейчас идет процесс как раз закрытия этой сделки и планируется, что сделка будет закрыта к концу этого года. Пока, возможно, сегодня каким-то образом котировки среагируют на данный момент, но, скорее всего, покупать, возможно, было бы интересно по более низкой цене. Возможно, не сейчас, так как все равно компания сразу же прибыли не станет и на это потребуется время. Ну, а теперь давайте обсудим, что нас ждет на этой неделе. С точки зрения экономического календаря у нас не так много важных событий. Сегодня выйдет индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от АСМ. То есть это важный индикатор того, что сейчас ожидается на текущий момент в экономике. Соответственно, здесь прогнозное значение 51. Предыдущее было 45. Я напомню, что по значению выше 50 восприниматься как позитивно для рынка. Ну, собственно, если выйдет в районе вот как раз этих ожиданий, то рынок, скорее всего, воспримет эту ситуацию позитивно. А также во вторых будет опубликовано число открытых вакансий на рынке труда. В среду изменение запасов по нефти. Ну, стандартный инструмент, который выходит каждую среду. Ну и, пожалуй, все. То есть неделя на самом деле на макроэкономические события не столь насыщенно. Но только индекс АСМ здесь важно взять во внимание. Ну, преимущественно. То есть в США начинается сезон отчетов. И уже ряд компаний начнут отчитываться сегодня. На этой неделе. То есть сегодня отчитываются 17 компаний. И вот сейчас вы видите весь список. Ну, наверное, на что интересно было бы посмотреть. То есть лично для меня это 9 июля отчитается компания Low Green Boots Alliance. Компания, которая как раз у меня есть в портфеле. Ну и такие компании, за которыми как раз пристанно следят. То есть, например, Delta Airways. То есть ожидается отрицательный EPS. То есть доход на акцию. И 10 июля, в пятницу отчитается компания Carnival. Тоже, за которую очень многие пристанно следят. Она очень сильно упала. Ну и понятно, что с текущим восстановлением экономики крайне сложно ожидать восстановления компаний. Так как она очень завязана как раз на туризме. Пока закрыты границы. Пока есть ограничения. Конечно, компания восстанавливаться не может. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у нас происходит по основным инструментам. Начнем мы, как всегда, с евро-доллара. По евро здесь мы видим на текущий момент продолжение как раз восходящего движения. Отскочили мы от области поддержки на 1.12. Сейчас движение восходящее продолжается. В принципе, здесь цели роста. Это 1.13.49. Дальше уже на 1.14.22. Но пока евро выглядит перекупленным. И, соответственно, здесь я бы для себя посмотрел уже непосредственно продажи, если будут появляться сигналы из области 1.14.21. Пока находимся как раз в таком восходящем канале. Но здесь сделок я пока не открывал. Если посмотреть часовой таймфрейм, то, собственно, улетели мы очень быстро. Сегодня как раз после открытия. После открытия рынка с позитивом. Ну и, собственно, американский доллар пошел в падение. Ну и, собственно, на этом фоне евро вырос. Переход как раз в фазу восходящего движения. То есть здесь покупки, на мой взгляд, были интересны как раз 29 числа. Но здесь сделки я закрывал руками. Но, собственно, теперь сейчас я вижу, что она могла бы закрыться также и по стоп-лоссу уже на следующий день. То есть в целом направление остается восходящее. Но вот пока рынок как-то вяло разгоняется в этом движении. И, судя по графику, довольно-таки много сомнений как раз относительно этого роста. Поэтому сейчас идеи, которые есть по евро, то есть пока покупать не буду. Возможно, продам чуть выше. Особенно, если цена заберется, то есть на 1.1431. Продажи я рассмотрю. Ну а покупки как раз после более затяжной коррекции здесь, на мой взгляд, были бы интересны. По паре британский фунт, американский доллар. Здесь мы вернулись в фазу роста. Здесь есть определенное сопротивление, которое мы видим на дневном таймфрейме, которое паре необходимо преодолеть для продолжения роста. Это область 1.2550. Если мы уходим выше данного ценного уровня, то уже открываются цели роста на 1.28. Сейчас, опять же, покупки уже несколько поздноваты. То есть интересно было заходить где-то из области 1.23. Сейчас буду наблюдать за тем, как ситуация будет развиваться. Сегодня также уже несколько обновили локальный максимум, что на текущий момент подтверждает сохранение как раз восходящей информации по данной паре. Пара американский доллар, канадский доллар, это как раз тот актив, по которому сделку я открывал. Сделка закрылась у меня сегодня по стоп-лоссу, пока не начался рост, собственно, по данной паре. Ну и мы с вами понимаем, что если индексы открылись ростом, то американский доллар начинает снижаться. Но, собственно, на этой волне как раз торговая идея пока не реализовалась. Соответственно, сейчас здесь я могу ожидать снижения еще в область на 1.3489. Из-за этой области я бы тоже рассмотрел покупки, но, собственно, не сейчас, пока мы перешли в фазу нисходящего движения. Ну и еще один момент в мою копилку исключений при входе в позицию, это не входить в сделки по американскому доллару, по S&P 500, когда американский фондовый рынок закрыт. Сделка как раз открывалась накануне. Ну и, собственно, так как торговли активно не было в пятницу, то вполне вероятно, что рынки вас отыгрывали как раз в тот момент, который был в пятницу, уже сегодня в понедельник. Поэтому сейчас здесь продолжается нисходящее движение. Новые покупки я для себя тоже рассмотрю, но уже чуть ниже. По паре американский доллар, японская иена. Здесь у нас сохраняется движение восходящее на текущий момент, то есть мы торгуемся в области максимальных значений за последние несколько торговых сессий. И сейчас динамика восходящая здесь, как я уже сказал, сохраняется. Опять же, покупать сейчас не самое оптимальное, то есть покупки были интересны как раз 106.20, 106.50 из этой области. Сейчас мы движемся по направлению на 108.10. Если сможем закрепиться выше данного уровня, то уже откроется дорога на 108.61. Покупки здесь я бы для себя, конечно, тоже рассмотрел, но, наверное, из области поддержки как раз 106.74. Если у нас сложится еще одна волна нисходящего движения, то по данной паре покупки я открою. Ну а пока мы видим переход в фазу как раз восходящего движения, здесь очень такой большой вопрос. Фактически сейчас появляется сигнал на начало роста. В пятницу была крайне с низкой волатильностью, но, опять же, потому что фондовые рынки в США были закрыты. И сейчас, если цена все-таки обновит локальный минимум, то еще одну волну нисходящего движения здесь мы сможем с вами увидеть. По паре австралийский доллар, американский доллар, мы видим торговлю также на локальных максимум за последний месяц. На фоне как раз роста американского фондового рынка. И сейчас также большой вопрос, насколько это движение продлится. В принципе, я для себя буду пробовать также искать продажи контртрендов, но уже где-то из области 70.20, может быть, 70.46. Пока здесь движение восходящего формируется, но хороших входов на покупку здесь не было, поэтому продолжу пока смотреть. Вполне вероятно, что вот как раз вблизи области 70.21 еще одна волна нисходящего движения здесь может сформироваться. И вот по ней я бы присоединился как раз. Ну а долгосрочно, конечно, это покупки. Тренд здесь сохраняется восходящий. Но, собственно, покупать, опять же, из области поддержки, то есть по более низкой цене, здесь было бы, на мой взгляд, максимально разумно. То есть это область 67.44 и, возможно, чуть выше. По новозеландцу тоже картина очень похожа. Сейчас рынок подходит к локальным максимумам, которые мы видели в прошлом месяце. Здесь тоже интересно бы поискать продажи. Как раз движение в область 63.85. Мы видим здесь в течение месяца фактически вот такой боковик. Ну а с точки зрения, опять же, продолжения тренда, то здесь покупки из 63.30, 63.50 тоже были бы интересны. Но, соответственно, здесь нужно дождаться как раз вот этого нисходящего движения и уже заходить. Но, как мы с вами говорили, восходящее движение здесь получило подтверждение. Но, к сожалению, здесь без моего участия сделка у меня закрылась по стоп-лоссу. Опять же, еще один момент с точки зрения торговли с боковиками. Убирать стоп, ну искать сделку как раз на вход от стопа уже вот в данном боковике. То есть, в принципе, если бы убирал сделку стоп за 63.78, то есть как раз тот минимальное значение, которое было в рамках данного боковика, то сделка весь по стоп-лоссу бы не закрылась. Но, в принципе, я бы получил довольно-таки неплохие точки для входа с точки зрения продолжения данной ситуации, данной торговли. Ну, всегда в трейдинге есть чему учиться. Ну и я, собственно, этому тоже продолжаю уделять внимание. Золото. Золото продолжает расти. Опять же, на фоне как раз некоторого снижения, которое мы видели на фондовом рынке на прошлой неделе, золото тоже подрастало. Сейчас ушло тоже в небольшую коррекцию. В пятницу тоже была крайне низкая волатильность по этому инструменту. Сейчас несколько продолжаем расти. Если сможем закрепиться выше отметки 1776 долларов за тройскую унцию, то, вероятно, еще одну волну восходящего движения здесь мы можем увидеть. Ну и то, с чего мы начали. Фондовый индекс подрастает. Индекс DAX находится уже на отметке 12786. Давайте посмотрим дневной таймфрейм. То есть подходит вплотную как раз к уровню максимальной значений июня. И вот опять же большой вопрос, можем ли мы удержаться выше как раз данного уровня. Поэтому здесь я бы для себя как раз не исключал возможности контртрендовой торговли. Если от этого уровня будут появляться хорошие сигналы и будет возможность соблюсти риск-прибыль, то здесь я для себя тоже продажи бы открыл. Но, безусловно, не сейчас. Сейчас формация роста у нас сохраняется. По S&P такая же картина. Сейчас мы видим движение как раз к локальным максимумам. Движение в область 3235 долларов. Но, как мы сейчас смотрели, фактически весь тот рост, который был последние 3 месяца, он был на фоне как раз денежных вливаний, которые проводил ФРС. Если этот объем снизится, то, собственно, коррекцию здесь мы можем увидеть. Но, фактически, здесь я тоже для себя бы рассмотрел торговую идею. То есть продавать от области 3241 с целями снижения до 3000. Ну, вот в таком диапазоне как раз попробовать сработать. Ну, а дальше из 3000 уже вновь начинать покупать. В принципе, опять же, если будет сигнал на вход. Нефть продолжает подрастать. То есть мы видим фактически то, что, ну, конечно, динамика роста, она от месяца к месяцу снижается. Но, безусловно, до этого мы увидели колоссальное падение. Сейчас мы видим непланомерное восстановление. Но нефть подрастает. И, фактически, сейчас мы торгуемся уже довольно-таки близко к локальным максимумам прошлого месяца. Это сейчас мы рассматриваем CFD по нефти марки Brent. Поэтому нефть здесь тоже продолжает свою динамику восходящего движения. Ну, в целом, рынки могут себя как раз показать очень интересно. Прошлый квартал был лучшим за последние 20 лет. Посмотрим, как этот квартал уже отразится на фондовом рынке. И смогут ли найти уже новые меры для поддержания фондового рынка. Опять же, на фоне предшествующих выборов, которые будут в ноябре в США. И тех действий, которые может совершить ФРС. Ну, а на сегодня это все. С вами был Саков Роман. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Ну, а ваши вопросы оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания. До свидания.